Сверной ручки до бронзового памятника. Ученым Политеха с помощью 3D-принтера теперь под силу создать металлические предметы практически любой сложности. Благодаря новой технологии инженеры СамГТУ смогут восстановить уникальные архитектурные сооружения Самары. В тонкостях технологического процесса разбирались наши корреспонденты. Все начинается здесь, в лаборатории проектирования. Инженер с помощью адаптивной технологии создает трехмерную модель будущей формы для заливки металлом. После такой чертеж отправляется на 3D-принтер. В порядке 10-12 часов получается пластиковая модель, которая отдается в литейный цех и в течение рабочего дня получается готовое изделие. Напечатанную на принтере пластиковую форму готовят в заливке металла. На нее наносят огнеупорную оболочку из плавленого кварца и прокаливают при температуре 800 градусов. Все, теперь она может выдержать заливку раскаленной сталью. Для этой будущей дверной ручки используют сплав алюминия и бронзы. Его нагревают в специальной индукционной печи до температуры в 1200 градусов и заливают форму. Казалось бы, незамысловатый на вид процесс, но у литейщиков он считается самым ответственным. Подход здесь нужен творческий. Металл, можно сказать, живет какой-то своей жизнью и зачастую даже какое-то свое внутреннее настроение может передаться от плавильщика, от литейщика, передаться, собственно, к отливке. Поэтому мы иногда и говорим, что металл живой. После заливки готовая деталь самостоятельно охлаждается, причем сама избавляется от формы. В процессе охлаждения деталь претерпевает усадку и она сама ломает свою форму. А я специально... Вячеслав Душин, Николай Сидоров, СТВ